Второй мост через реку Обь может построить та же компания, что и возводила существующую ныне переправу. Руководитель Мостострой-11 заявил о намерении поучаствовать в конкурсе, когда таковой будет объявлен. Напомню, проектные работы ведут уже давно и должны быть завершены они в конце 2020-го. Новый гигант должен соединить восточную часть города с существующей трассой на Тюмень. Появление сооружения позволит окончательно пустить в объезд весь транзитный трафик и еще немного сократить движение по осевым сургутским улицам. Что еще даст второй мост через Обь нашему городу? Так ли уж он нужен? И станет ли больше наш муниципалитет от появления нового транспортного коридора? Ответы смотрите далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Солохинскими мостами. Смотрите, какие у нас вот, когда едешь по Югре, самые красивые мосты России. Только у нас вот наш Югорский мост и Иртышевский мост в районе Хантамансийска. Построили Югорский мост благодаря большому мужеству рабочих. Все оборудование в середине 90-х еще советского производства, совершенно не предназначенное для рекордных задач. А именно таким рекордным был оранжевый гигант. Его длина 2110 метров. Он входит в двадцатку самых протяженных в России и занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как имеющий самый большой центральный пролет, поддерживаемый одним пилоном. Его высота, к слову, 149 метров. Вариант был выбран с таким пролетом 408 метров. Он в то время был рекордный. Не только в Дниге рекордов Гиннеса потом в конце концов вошел. Он был рекордным для мировой практики. Строение однопилонных мостов с таким пролетом. Работу начинали в русле. Работали с барж, совместно с плавучих опор, которые делали. Зимой мы намораживали переправу специально, дорогу для подвоза материалов. Летом весенние поводы по навигации завозили. Все материалы, бетон, оборудование подвозили. Все на барже. Югорский мост – связующая магистраль между Ямалом и наиболее экономически активной частью нашего региона с большой землей. Только по этой дороге можно выехать в сторону Тюмени или Свердловской области и дальше по всей стране. До ввода в эксплуатацию автомобильная связь с Ургутой и указанных выше территорий была неустойчива и зависела от погоды. Сложно представить, но в период ледостава или паводка с одного берега на другой можно было добраться только вертолетом. Появление оранжевого гиганта все изменило. Кстати, цвет для переправы выбрали не случайно. По условиям аэронавигации он должен быть или красный, или оранжевый для того, чтобы видеть. На нем должна быть работать сигнализация для световых огней, которые действительно должны показать пробег высокий. Для вертолетов, для самолетов должно как препятствие быть. В том числе были окрасы нивантов, тоже они были оранжевого цвета, для того, чтобы видеть все эти самые, авиация могла видеть. Вот в эксплуатацию моста дал мощнейший толчок развитию не только нашего города, но и соседнего Ямала. Транспортный переход был рассчитан на проезд 15 тысяч машин в сутки, или на 5,5 миллионов в год. Сегодня пропускная способность почти вдвое выше – 10 миллионов. Поэтому и о необходимости появления второго такого моста споров нет. Он нужен и он будет. Мы с Натальей Владимировной были на совещании в Минтрансе у первого заместителя министра. Достигли договоренности, что в 2021 году мы должны выйти на строительную площадку. То есть в 2020 году закончить проектно-смертную документацию, в 2021 году иметь возможность выйти на строительную площадку. То есть начать строительно-монтажную работу и за 4 сезона, то есть в 2021, 22, 23, 24, постараться завершить этот объект. Второй мост обещает стать крупнейшим проектом последних лет. Его протяженность планируется превысить 1600 метров. Длина подъездных путей составит 44 километра. Компания «Мостострой-11», которая 20 лет назад возвела существующую переправу, готова взяться за строительство второй. Это агентству ТАСС подтвердил глава компании Николай Руссу. Сегодня надводные магистрали корпорация строит на Ямале и в Красноярском крае. Мы проектируем некоторые объекты, мы производим продукцию на наших полигонах, сегодня очень высокого качества. Вот асфальт лежит, это наше собственное производство. Мы строим, строим не только мосты, как были созданы 45 лет назад, в этом году у нас юбилей в декабре месяце 45. Мы строим школы, строим садики, строим промышленные объекты. Предполагается, что дорога к новому мосту пойдет от действующей трассы «Нефтьюганск-Сургут». Нужно будет свернуть по направлению к Каменному мысу. Водители, переехав через ОПЕ, окажутся в восточной части города, откуда попадут на трассу в Нижневартовск. Мост для Сургута имеет стратегическую ценность, как, кстати, и средства научно-технологического центра. И объекты, которые на ближайшие 10-15 лет полностью перекроят инфраструктуру города, которые помогут влить новую жизнь в город. И мы просто за этот проект болеем. Мы хотим, чтобы он как можно быстрее реализовался, потому что помимо моста там 40 километров новых дорог. Стратегическое значение в том, что на новую развязку переместятся транзитные грузопассажирские потоки, которые сегодня напрягают дорожно-транспортную сеть Сургута и некоторые части соседнего района. И служат одной из причин образования заторов. Другой плюс – ускорение темпов развития города, рост экономической активности. Отдельная тема Марьиной горы, Черного мыса. Администрация давно говорит о том, что эти районы будут реинновацией подвержены. То есть там, из этих старых, страшных, неудобных промышленных районов, я надеюсь, что они превратятся, с учетом как раз вот этих инфраструктурных проектов, в новые жилые районы бизнес-класса. Где будет комфортно, удобно жить, где можно, кстати, будет гулять по нашей красивой набережной, которая уже построена. И это вдохнет жизнь вот эти микрорайоны. То, что близ нашего города только один мост, по мнению окружных экспертов, является больше ограничивающим фактором, который сдерживает развитие сургутской агломерации. Через пять лет все может измениться. В конце декабря 2020-го Институт гипростроймост Санкт-Петербург должен завершить проектирование новой развязки и предоставить все документы. Предварительная договоренность о финансировании работы из федерального бюджета достигнута. Дороговизна 40 миллиардов рублей. Это, пожалуй, единственный минус проекта. Ефим Ишимцев, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости главные».